Здравствуйте! На этом уроке я расскажу вам, что такое предел. Это очень важное понятие, на котором основано все дифференциальное исчисление. Но, несмотря на то, что это очень важное понятие, на самом деле оно очень простое. Итак, давайте я нарисую график функции. Вообще-то, давайте сначала решим, что это будет за функция. Выберем какую-нибудь простую. Скажем, f равно x-1 делить на x-1. Вы можете сказать, смотрите, в числителе и знаменательном у нас одно и то же выражение. А если есть что-то, деленное само на себя, то это равно 1. Разве нельзя упростить это до f равно 1? Я бы тогда ответила вам, вы почти правы. Различие между f равно 1 и нашей функцией в том, что наша функция не определена, если х равен 1. Итак, что происходит, если подставить значение 1? В числителе мы получим 1-1, то есть в числителе мы получим 0. А в знаменателе 1-1, что тоже равно 0. И все, что делится на 0, в том числе и 0, деленное на 0, не определено. Итак, мы можем упростить. И мы можем сказать, что это то же самое, что и f равно 1. Но мы должны тогда добавить ограничение, что х не может быть равным 1. Теперь эти выражения эквивалентны. Они оба будут равны 1 для всех остальных х, кроме х, равного 1. При х, равном 1, оба эти выражения не определены. Как же будет выглядеть график этой функции? Давайте его нарисуем. Это ось у равен f , а это ось х. Здесь у нас будет точка х равно 1, здесь х равен минус 1, это у равен 1. Я еще могу отметить у равен минус 1, но это уже не имеет особого значения. Итак, график функции. Для любого х, кроме равного 1, f равно 1. График будет выглядеть как-то так, кроме как в точке х равно 1. При х, равном 1, f не определена. Здесь будет разрыв. Этот кружок и показывает, что функция не определена. Мы не знаем, чему эта функция равняется при х, равном 1. Мы не можем это определить. Итак, вот график нашей функции. Если кто-то спросит вас, чему равно f , вы посмотрите на график и скажете, здесь есть разрыв функции, значит, в этой точке она не определена. Давайте я запишу это еще раз. f не определена. Ну, а если бы я спросила, к чему функция стремится при х, равном 1? Этот вопрос уже связан с понятием предела. Итак, если значения х приближаются к 1, то к чему стремится функция? Слева, независимо от того, как близко мы подходим к х, равному 1, до тех пор, пока мы не находимся в точке, где х строго равен 1, f равна 1. И справа тоже самое происходит. Позже мы познакомимся с этим понятием более подробно, поскольку мы будем решать больше примеров. Итак, предел обозначается лим тремя буквами, сокращение от английского «limit», означающего предел. При х, стремящемся к 1, функции f равен… мы можем приближаться сколь угодно близко к х, равному 1. Мы можем находиться невероятно крайне близко к 1, но до тех пор, пока х не равен 1, f равно 1. И мы можем сказать, что предел функции f при х, стремящемся к 1, равен 1. Итак, эта необычная запись просто показывает, к чему стремится функция, в то время как х стремится к 1. Давайте решим еще один пример, чтобы вам стало понятней. Предположим, что есть функция f . Нет, давайте я ее лучше обозначу g . Итак, предположим, у нас есть g , которая равна… ну, скажем, х в квадрате, если х не равен 2, и если х равен 2, то функция равна 1. Интересная функция, которая, как вы увидите, не везде, не прерывна. В определенной точке у нее есть разрыв. Давайте нарисуем график этой функции. Это ось у равно g . Это ось х. Не забываем об условии, х равно 2. Итак, скажем, что это х равно 1, это х равно 2, это минус 1, это минус 2. Везде, кроме х, равного 2, функция равна х в квадрате. Наш график представляет собой параболу, которая выглядит примерно вот так. Давайте я попробую получше нарисовать. Вот наша парабола. Конечно, не самая лучшая парабола в истории рисования парабол, но я думаю, что это даст вам представление о том, на что вообще она похожа, парабола. Ветви должны быть симметричны. Давайте я еще раз перерисую. Так, это получше выглядит. Это должен быть просто график из х в квадрате. Но при х, равном 2, это не х в квадрате. Итак, если х равен 2, здесь должен быть небольшой разрыв. Поэтому я изображу его в этой точке. Потому что, если х равен 2, функция равна 1. Я не буду делать разметку на оси у в том же масштабе. На графике g , равном х в квадрате, здесь будет 4, это будет 2, это будет 1, это будет 3. Итак, если х равен 2, то наша функция равна 1. Заметьте, что график точно такой же, как график g , за исключением точки, где х равен 2. Здесь функция терпит разрыв. Поэтому мы говорим, что g при х, равном 2, равна не х в квадрате, а 1. g только в точке, где х равен 2. Здесь она опускается к 1. А затем функция возвращается к графику х в квадрате. Чему равна функция g ? Если вы посмотрите на это условие, то увидите, что если х равен 2, то функция будет равна 1. Позвольте теперь задать вам более интересный вопрос. Или, возможно, более интересный вопрос. Чему равен предел функции g , если х стремится к 2? Это очень необычная запись для вас пока что, но спрашивается здесь о чем-то очень простом. Итак, здесь спрашивается, если х стремится к 2, то есть все ближе и ближе подходит к 2, то к чему стремится g ? Т.е. мы дошли, например, до 1,9, а затем до 1,999, а потом до 1,99999, или даже до 1,99999. К чему стремится в этом случае g ? А если бы мы шли справа, если бы мы выбрали х, равный 2,1, то чему равно g от 2,1? Или чему равен g от 2,1? К чему стремится функция по мере того, как мы все ближе и ближе подходим к 2? Мы сможем это увидеть, если нарисуем график. Итак, по мере того, как х приближается к 2, если мы посмотрим на график, то увидим, что g приближается к 4. И даже если в точке у равно 4 наша функция не существует, она опускается до 1, предел же от х при х, стремящемся к 2, равен 4. Мы можем более точно посчитать это с помощью калькулятора. Давайте я сейчас это сделаю. Это наверняка будет интересно. Итак, включу мой верный калькулятор. Вот он. И мы можем посчитать, к чему будет стремиться функция по мере того, как мы приближаемся к х, равному 2. Давайте возьмем 1,9. Для х, равного 1,9, мы использовали бы вот эту часть условия. Итак, 1,9 в квадрате, значит, мы получим 3,61. Ну, а что, если мы еще ближе подойдем к 2? Возьмем 1,99 и возьмем это в квадрат. Получается 3,96. А что, если я возьму 1,999 и возведу это в квадрат? Я получу 3,996. Обратите внимание, мы все ближе и ближе подходим к нашей точке. А если мы подойдем очень близко к 2, если мы возьмем 1,999999 в квадрате, что получится? На самом деле, это не равно, конечно, 4. Просто калькулятор округлил, поскольку получилось число очень-очень-очень близкое к 4. Если мы подойдем к этой точке с другой стороны, то получим практически то же самое число. Неважно, приближаемся мы к этой точке снизу или сверху. Итак, если мы возьмем 2,1 в квадрате, то получим 4,4. Давайте я, пожалуй, пропущу несколько чисел. Возьму сразу 2,1 в квадрате. Это намного ближе к 2. А результат тоже будет намного ближе к 4. Чем ближе мы подходим к 2, тем больше мы приближаемся к 4. Итак, мы вычислили, чему равен предел функции g при х, стремящемся к 2, с любой стороны. Даже если точно в точке 2 функция равна 1, потому что в этой точке она терпит разрыв. По мере того, как значение х приближается к 2, значение функции все больше приближается к 4. Ну, а пока что все. До встречи на следующем уроке! Продолжение следует... Продолжение следует...